МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Екатерина Юхнова, расскажем о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Азове состоялось заседание женсовета. Азовские школьники собрали больше тонны макулатуры. Гость рубрики Германа Токарева онлайн, артист оригинального жанра Ольга Усманова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем городе много лет ведет свою деятельность Совет активных женщин, самодостаточных и сильных лидеров, которые приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Азове после небольшого перерыва возобновил работу женсовет города, которую с 1 марта возглавила Елена Марченко. За последние несколько месяцев проделана большая работа с асоциальными семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и оказана помощь в проведении масштабных городских мероприятий. С января месяца Совет женщин города Азова принимал участие в фестивале «Азовские меланки». Мы были лидерами, у нас съели все за столами, самые красивые были мы, это естественно. Тем самым мы стараемся сгладить те грани, которые в данный момент у нас на межнациональной почве могут возникнуть. Наши соседи по столу были у диаспора украинцев. Значит, дальше мы очень активно сотрудничаем с Союзом женщин России. На очередном заседании женсовета города обсудили актуальные вопросы, касающиеся организации летнего отдыха детей в Азове, оказания помощи семье из Горловки, шевской работы в многоодетных семьях и участия в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей и Дню России. Готовимся к Дню защиты детей, готовимся к празднованию Дню любви и верности, готовимся, участвуем очень активно во всех мероприятиях, которые проводит администрация города Азова. Каждое мероприятие требует особого подхода и организации. Главное – это желание работать во благо родного города. Совет женщин Азова приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных к чужой беде людей, желающих оказать посильную помощь. Азовский штаб экологической организации «ЭКО» провел завершающую в этом учебном году акцию по сбору макулатуры среди школьников. Кто станет победителем, будет известно в конце мая. А вот какая школа лидирует в Азовском районе, уже известно. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Школа номер 3 стала завершающей точкой по сбору вторсырья в этом учебном году. С самого утра и до полудня ученики вместе с родителями активно участвовали в сборе макулатуры. У меня трое детей, все учатся в третьей школе, в 11, 7 и вот в 4 классе. Приходится делить макулатуру на троих. Вчера в одну школу отвезла одну машину, сегодня вот опять привезли. В общем, собираем полгода, каждый листик, бумажечка, ничего не выбрасываем, все в кучку. И потом все с копом привозим. Мне интересно принимать участие. Мы очень много собираем макулатуры. Мама каждой листью говорит, отнеси, там за дом складывай. Мама много готовит, из-за этого много тратится бумаги, картона. Газеты не выписываем, в основном картон. Картон, упаковка, все, все. Ну и плюс школьное остается, все в макулатуру идет. Принимаем ежегодное участие в сборе макулатуры, крышек, пластик, вот пластик, в принципе, бутылки. Сейчас подвезут макулатуру от нее. Бережем, как можем, экологию нашей природы. Макулатуру собираем, допустим, тетрадки старые, дети порисовали, листики остались, чтобы не выкидывать. Где-то картонная упаковка осталась. Тоже в течение года собираем, складываем и храним до определенного момента. И мы постоянно откликаемся на просьбы и школы, и детский сад. Если есть возможность, мы постоянно приносим бумагу. Во-первых, это забота о нашей природе, и мы можем помочь нашим лесам сохраниться. И вот всегда стараемся принести, помочь как можно больше, если есть такая возможность. А моя дочка. Мы занимали в садике первое место наша группа по сбору макулатуры. После подсчета сданного вторсырья будет известен победитель. Судя по прошлогодним данным, третья школа регулярно находилась в лидерах по сбору макулатуры. Что же касается Азовского района, то там уже определился призер. Подходит к концу первого этапа реализации проекта областного «Донсбор». В нем приняло участие более ста учреждений Ростовской области. Уже подведены итоги, и Кулешовская школа номер 16 стала победителем в очередной раз, третий год подряд. А итоги по городу Азову будут подведены ближе к концу мая. Пока вот сейчас дает третья школа, потом мы высчитаем победителей и в социальных сетях, скажем, результат. Победители и активных участников акции ждут грамоты, сладкие подарки и сертификаты от спонсоров проекта. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Четыре года назад Азов принял участие в федеральном туристическом проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», который объединил четыре южных региона – Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь. В рамках проекта на территории валов Азовской крепости был организован праздник «Загадки древнего Паниардиса». В этом году, 27 мая, Азовский музей-заповедник вновь приглашает горожан и гостей города посетить праздничное мероприятие, которое начнется в два часа дня и продлится до семи вечера. Для гостей праздника подготовлено более десяти площадок. За уголок от парка Кемерия. На сцене будет большая праздничная программа и, конечно же, новинкой этого сезона станет музейный квест, в котором могут принять участие все желающие. Сегодня в авторской программе Германа Токарева онлайн лауреат Международного форума артистов оригинального жанра шоу «Мыльных пузырей» Ольга Усманова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля, с чего началось твое увлечение мыльными пузырями? Для того, чтобы объяснить, с чего началось увлечение мыльными пузырями, нужно кинопленку отмотать лет на 30 тому назад, потому что мое устремление к сцене было на самом деле с самых юных лет. Это сначала были выступления дома на табуретке перед родителями, потом на сцене, на корпоративе уже у родителей, потому что нужна была публика, требовалось массово как-то нести свое творчество. Потом это перешло уже в общегородские мероприятия, отсюда уже вылезло аниматорство, ведущие праздников. И как-то любое из этих направлений не давало мне полного объема той энергии, которую я хотела бы поделиться с людьми. И вот так я увидела мыльные пузыри, этот жанр, я с ним познакомилась и тогда поняла, что мыльные пузыри, они родом из детства и равнодушных к ним нет. И вот тогда поняла, что мыльные пузыри это мое. А ты где-то вот обучалась вот этому? Потому что ты же не могла просто посмотреть видео там в интернете, сразу купить там себе жидкость, мыльный раствор и все, и я уже делаю шоу. Какое-то обучение у кого-то проходило? А прям личное онлайн, точнее оффлайн обучение, к сожалению, я не попала к тем метрам, которым бы я очень хотелось. Нет, потому что у меня в далеких планах я надеюсь, что как-то это получится, потому что это стоит очень дорого. Метры, да, метры, которые этот жанр держат на своих плечах, они само собой хотят, чтобы этот жанр жил и технически, и качественно, и визуально полностью. Вот, но оффлайн, онлайн я проходила обучение, потому что техника, она остается техникой, то есть без обучения, конечно, ни одно шоу не получится. Мыльный раствор ты сама готовишь или уже готовый продается? Как? Когда начинала, это были концентраты, которые, да, они там разводились, добавлялась водичка, немного моющего средства, и можно было работать. Но со временем, когда начинаешь расти, как артисты, понимаешь, что работать с полуфабрикатами уже неправильно. И да, на самом деле, это уже авторский, профессиональный раствор одного из метров. Да, он готовится самостоятельно, это не покупной, он полностью состоит из натуральных продуктов, то есть он абсолютно безвредный. Да, поэтому это очень такой тонкий нюанс. Я знаю, что ты как на детских мероприятиях работаешь, так и на взрослых. Вот, но с детьми понятно, потому что, ну, как ты сказала, все дети любят мыльные пузыри, это вот как бы родом из детства все идет. А чем же взрослых удивлять? Взрослые же не будут гоняться, там, лопать эти мыльные шарики. Вот чем удивлять взрослых? А вот со взрослыми на самом деле ситуация обстоит немножечко другая. Здесь, конечно, идет уже сюжетный номер, то есть ты несешь уже какую-то мысль, какой-то посыл, то есть это не просто запуск мыльных пузырей, это идет полноценный построенный номер. Но, почему мыльные пузыри родом из детства? Мы настолько стали в жизни забиты работой, проблемами, что мы перестали радоваться малому. Ведь мыльный пузырь, он радушный, он красивый, даже идя по улице, когда кто-то из детей запускает мыльные пузыри, ведь ты неволен, ты все равно взглядом проводишь его в небо, как он приливается. И это необъяснимо, потому что они к себе притягивают. И вот когда, выступая перед взрослыми, ты можешь вызвать вот эти вот эмоции и искреннюю улыбку, это неоценимо. Поэтому со взрослыми работать, да, тяжелее, но в плане эмоциональной отдачи это в разы круче. А были какие-то казусы на твоих выступлениях? Я понимаю, что вопрос может быть даже глупый, они 100% были, но вот самый такой запоминающийся, то, что ты постоянно в кругу друзей рассказываешь, что-то такое яркое? Это будет яркое буквально в смысле этого слова. Один из трюков это зажигание огня либо в руке, либо на голове человека. И был на самом деле один такой момент, допросят меня гости, у которых это было, благо они там ничего не заметили, делается определенная пенная подушечка, на пенную подушечку надувается пузырь, который в дальнейшем горит. И под каким-то, не знаю, физическими силами тяготения этот пузырь начал съезжать, а я его уже зажгла. Я понимаю, что до волос остаются буквально считанные миллиметры. Быстренько, конечно, это все сдуло, потушило, прическа стала целая, все осталось счастливое, но внутри, конечно, это прям екнуло очень сильно. Кстати, вот этот трюк с огнем, ты же его и на руке делаешь, да? Он кожу вообще не обжигает, нет вот этого жжения, опасности какого-то? Я могу продемонстрировать в принципе на тебе, если не против. Я не против, но давай-то в конце программы, чтобы на тот случай, если с ведущим что-то случится, чтобы хотя бы осталась запись интервью. Но в конце попробуем, да. Но вообще эффект какой, покалывание или что это? Я, вот знаешь, наверное, из-за того, что я уже не первый раз делаю, я могу сказать, что я вообще ничего не чувствую. Для меня это просто легкое тепло, то есть ни обжигание, ни покалывание, ни тем более каких-либо неприятных чувств, нет, он не вызывает абсолютно. Оль, а вообще какие сложности вот в этой сфере деятельности? Ну понятно, да, приготовить раствор такой, который будет летать, держаться и тому подобное. Есть еще какие-то сложности, с которыми вот сталкивается человек? Очень много. Например? Мыльные пузыри крайне капризные артисты, потому что на самом деле главные артисты это они. И тут начинается перечень на самом деле ситуаций, с которыми происходят прям конфликты. В первую очередь это ветер. Особенно сейчас начинается летний сезон, ветер, само собой, там порывы больше двух метров, пузыри сдувает, их выдувает, ничего не получится, даже красивые номера, да и обычный просто запуск не будет. Вторая вытекающая кондиционера, кондиционеры, как обогрев, так и холод, они делают сухим воздух, а мыльные пузыри сухой воздух не любят, им нужен влажный воздух, поэтому часто, особенно что касается взрослых мероприятий, включаются кондиционеры, ты готов работать, а ты не можешь, потому что воздух сухой и пузыри не держатся. Следующий вариант, опять-таки, возвращаемся к основному, эти проблемы возникают именно на взрослых мероприятиях. Духи, лак для волос, косметика. Как бы смешно не звучало, мыльные пузыри чувствительны даже к духам. Бывают ситуации, когда пойдет погружение в мыльный пузырь, да, там и дети, и взрослые погружаются, ты можешь 10 человек поднять пузырь, он будет шикарно, красиво держаться, на одном человеке он не поднимется больше двух сантиметров, и кажется, что это, ты же только что сделал 10 человек, все же должно быть нормально. Нет, либо большое количество лака для волос, какой-то специфический парфюм, а какая-то определенная косметика, она даст свой какой-то эффект, который все, и дай бог, что просто не получилось с этим человеком. Был случай, когда мимо проходящая мамочка решила просто попшикаться духами возле моего стола. То ли частички, капельки буквально, капельки попали в саму чашу, в раствор, я не смогла выдать ничего, то есть он мне, эти капли испортили полностью там 5-6 литров раствора. Поэтому, да, таких нюансов огромное количество, и с ними приходится бороться. Оль, вот этот вопрос будет скорее завершающий, перед тем, как мы приступим к опасному трюку сжигания ведущего. Вот, возвращаясь к началу нашего разговора, ты сказала, что мыльные пузыри, это, ну, давай так, обобщим, это как билетик в детство, если так все это собрать воедино. Вот, для тебя лично, я понимаю, что тебе уже мыльные пузыри, ну, не приносят вот того удовольствия, скорее всего, ну, хотя я, может, ошибаюсь, какой приносят вот детям, взрослым, которые не так часто сталкиваются с этим. Вот, для тебя все-таки твой билетик в детство, это какой? Это мыльные пузыри. Как бы это дико ни звучало, почему? Потому что мы с ними подружились буквально с первого взгляда. Я перепробовала много шоу. Почему именно мыльные пузыри, почему это мой билетик детства? Я мега-поситивный человек. У меня многие знают, как постоянно висит лужку, хокотушку, и вот этой энергетикой мне нужно делиться с окружающими. И вот когда я запускаю мыльные пузыри, я вижу вот эти вот счастливые глаза напротив меня, детей, тем более взрослых. Это дает такое ощущение счастья, что ты понимаешь, что, господи, какой это кайф. И ты делаешь людей окружающих счастливой, и ты счастливый. И вот это вот то детство, когда вокруг тебя радость. А это в наши дни крайне редкое удовольствие. Спасибо тебе большое. Ну а теперь давай все-таки приступим. Руку перед? Любую, да? Любую. А, да? Кофточку. Дал, клубка. Да, чтоб хоть что-то осталось от меня. Глодочкой. Так. Это очень важный момент. Какие приятные ощущения. Так. Опачки. Ну что, и насчет раз, два, три, как обычно говорят, кричим громко «Ура!» Что ведущего не сожгли. Раз, два, три. Ура! Живой? Можно повторить на голове, если хочешь? На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с пятым каналом. Увидимся завтра. Четверг, 25 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 21-24, ночью плюс 16-17. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%. Уровень воды в реке Дон на 60 сантиметров, выше отметки 0. Температура воды плюс 26 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова